МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень часто после перенесённого заболевания, травмы или операции человеку для возвращения к нормальному ритму жизни требуется реабилитация. Процесс этот, как правило, бывает длительным и сложным. Он требует максимального приложения усилий как от специалистов, так и от самих пациентов. Здравствуйте! В студии Юлия Шевцова. Это программа «Будьте здоровы». И сегодня мы поговорим о том, кому необходима реабилитация и как её пройти с наибольшим эффектом. У нас в гостях Зинаида Новик, руководитель ассоциации Центр социальной помощи, поддержки и развития инициатива. И руководитель реабилитационного центра «Второй шанс». Здравствуйте, Зинаида Геннадьевна. Здравствуйте. Зинаида Геннадьевна, пять лет назад вы организовали в нашем городе реабилитационный центр. Почему вас заинтересовала именно эта сфера медицины? Обычно за таким выбором всегда стоит собственная драма. Однозначно. Поэтому, наверное, самым первым фактором, который послужил в организации вообще вот такой работы, это была болезнь собственного ребёнка, а потом, соответственно, неизлечимая болезнь собственного супруга, но моя собственная, и близких родственников. Мне пришлось заниматься реабилитацией последние 20 лет своей жизни реально. И когда я поняла, что этим надо заниматься уже профессионально, то есть я занималась поставками медицинского оборудования и была рядом с медициной. И когда я всё познакомилась, в общем, проехала по всему миру и увидела, что такое реабилитация во всём мире, у неё родилась стойкая мысль вот такая вот сделать, превратить эту мечту в реальность, то есть открыть собственный реабилитационный центр в Тольятти, для того, чтобы люди имели возможность грамотно и качественно получить реабилитацию в Тольятти. Конечно, именно вот когда личная трагедия сподвигает, да, мотивирует, это, наверное, самый вот лучший результат. Как это не печально, да, что пришлось с этим столкнуться. Ну, так на самом деле и, наверное, реабилитация. Наверное, в каждой семье есть трагедия. Я вот не знаю, я просто чем больше живу на свете, тем больше понимаю, что, наверное, ни одна семья не обходится без каких-то таких вот серьёзных вещей, которые... Это драма какая-то, чья-то болезнь, вообще какой-то несчастный случай или что-то ещё. И, по сути дела, вот люди в этой ситуации или остаются одни, либо там обращаются за помощью в медицинское учреждение, вот, а после экстренной помощи у нас медицина научилась, к счастью, спасать. Вот, но за кадром не всегда остаётся жизнь потом, понимаете? То есть происходит инсульт, например, да, и человек лишается возможности жить полноценно. Ну, первые там 9-10 дней он находится в лечебном учреждении, понимаете? А потом куда? И потом чаще всего на руки родственников кто-то перестаёт работать в семье, кто-то это уже просто взваливает на свои плечи, либо жёны, либо родители. Вот, и то есть мы понимаем, что именно вот этот период самый тяжёлый для семьи. То есть помочь, действительно поставить на ноги или научить хотя бы делать то, что человек в состоянии делать сам, ну и, по сути дела, как это последствия болезни, каким-то образом нивелировать, то есть дать человеку возможность жить полноценно. Ну да, у вас такое говорящее название центра, да, второй шанс. И не случайно, наверное, он в ряду лучших социальных предприятий Самарской области. Вот расскажите о том, как развивался реабилитационный центр. Ну да, то есть сначала, после того, как у меня появилась идея, мы стали, организовали реабилитационный центр на базе государственного учреждения в 4-й больнице номер 4. Нам дали 6 помещений, и мы там организовали небольшой реабилитационный центр. Стали резидентами территории опережающего развития. Вот, и, конечно, сделали много для того, чтобы эта организация, ну, стартанула. То есть мы вошли в ОМС, получили квоты, сначала небольшие. Спасибо, кстати, нашему МИЗДРАУ, который в нас поверил, дал сначала небольшие, с каждым годом всё больше и больше. И сейчас у нас самое большое количество квот, то есть это количество выделенных, ну, как сказать, случаев реабилитации. Соответственно, мы берём уже тысячу человек в год на двухнедельный курс. Вот, поэтому это одно из самых больших заданий в Самарской области. И мы участвовали в ежегодном конкурсе, который в Министерстве экономического развития проходит ежегодно, и побеждали несколько раз. То есть мы становились лучшим социальным предприятием Самарской области. Кстати, надо отдать должное нашим властям. То есть мы участвовали во всем возможном. Нам, кстати, субсидии давали в Тольятти, давали субсидию. В Самаре давали субсидию. Мы, конечно, отчитывались всё, но тем не менее, понимаете, это же безвозмездные субсидии. То есть это тоже, в общем, надо сказать большое спасибо администрации. То есть вот каждый раз, потом, понимаете, даже быть резидентом, это тоже очень хорошо, потому что это преференция, это хорошее небольшое налогообложение, то есть это очень такой серьёзный, заметный вообще фактор. Ну и, конечно, это возможность официально трудоустраивать людей. Это, понимаете, хорошая зарплата достойная. В общем, мы всё делаем как положено. Ну, в этом году у реабилитационного центра новая веха, да? Новое помещение. Вот расскажите о том, что уже сделано и что ещё предстоит сделать. Ну, понимаете, вот мы столкнулись с чем? Когда мы были в 4-й больнице, совершенно нежданно, негаданно, ковид пришёл, да? И огромное количество людей, в общем, заболели, мало того. И мы вынуждены были уехать оттуда, просто всё бросить. Мы только отремонтировали помещение, 8 месяцев проработали, и вынуждены были оттуда съехать, потому что отдали под госпиталь. И мы нашли коммерческие площади, получили лицензию, и, в общем, работали, продолжали точно так же работать. Даже во время ковида мы работали. То есть на государственную, не государственную систему здравоохранения это не коснулось. И, конечно, один год мы достигли опять своего порога. То есть у нас настолько стала большая проходимость, люди нас узнавали, хотя мы, в общем-то, не давали рекламы. И наши новые 240 метров, они просто за один год, они стали нам опять, нам стало тесно. То есть люди стояли в коридорах, сидели. В общем, когда к нам приходила тоже администрация, они видели, что у нас творится. То есть у нас, ну, просто оврал был. Поэтому я обратилась к Николаю Альфредовичу, потому что мы понимаем, что он социальный лидер, он сам медик, и он понимает, как важно, вообще как реабилитация важна в процессе лечения. И обратились и попросили сначала у него там, сколько ты метров, сколько дадут. И мы были просто счастливы, когда к нам развернулись, вообще пошли навстречу и предложили нам взять детский сад. Мы сказали, не сразу, но мы его постепенно сделаем. Ну вот надо отдать должное, что наша ассоциация инициатива, она привлекла неравнодушных людей, спонсоров, благотворителей. И мы уже 850 метров под ключ сделали просто великолепные помещения, муниципальные отремонтировали. Ну, в общем, делаем хорошо. Вот делаем, чтобы людям, которые приходили бы в наш центр, они радовались. Вот это вот первое, основное правило, в общем-то, как это, вхождение на рынок, или как вы хотите сказать, чтобы действительно было классно. Эффективная работа. Да, эффективно. Чтобы люди чувствовали, что вообще о них забыли. Некоторые не верят, что это ОМС. Некоторые приходят и говорят, как это так вот, что мне могут дать по ОМС. Да у нас вообще ничего. Знаете, ну вот приятно вообще развеять вот это вот. То есть можно к вам обратиться по ОМС? Конечно. Расскажите об этом подробнее. Можно, а нужно. Это вообще основное, за что я вообще всегда ратывала. То есть мне, я сама, так сказать, наевшись вот этих проблем со здоровьем своих близких, я понимала, как это важно вовремя подставить плечо. То есть очень много денег уходит на лекарства, на всё у многих людей. И мы понимаем прекрасно, что ОМС чаще всего бывает просто с спасением, понимаете. И когда тебе сразу, например, после стационара, после инсульта, после эндопротезирования, что чего-то ещё предлагают пройти реабилитацию, то это не просто, но это действительно рука помощи от государства. То есть человек на две недели попадает к нам... У нас есть команда мультидисциплинарная, которая реально делает индивидуальный план реабилитации, и с человеком начинают заниматься все две недели. И он понимает, что повторно он может к нам прийти по закону через месяц ещё раз. То есть мы вот этот вот месяц, например, он пролечился две недели, мы научили, как реабилитироваться, то есть самому, какие упражнения делать, что вообще нужно, вообще какие действия нужны для того, чтобы действительно человек восстанавливался и не было отката, регресса. То есть вообще эффективная реабилитация – это первые полтора года. Вот мы говорим о том... Ну да, да, да. Конечно, бывают случаи всякие. Мы говорим, что всё-таки Господь руководит реабилитацией в первую очередь. Как я говорю, три единства – это, конечно, Бог, это врач и это пациент. Вот в нашем случае, когда все трое заодно, результат достигается великолепный. Давайте ещё вернёмся к вопросу о помещениях. Что ещё предстоит сделать? Ну вот на сегодня мы, в общем-то, сделали рецепшн, мы сделали врачебный блок, блок физиотерапии, блок ЛФК. То есть много чего такого необходимого и нужного для реабилитации. Но, конечно, планы намного грандиознее. Очень хочется сделать отделение когнитивной реабилитации, где были бы виртуальные реальности, то есть комнаты, оборудование с обратной связью. Сейчас очень много интересного оборудования, которое позволяет восстановить действительно утраченные когнитивные способности. Потом, конечно, логопедический модуль усилить очень сильно. Потом мы хотим сделать просто крутой диагностический блок для Тольятти. То есть мне хотелось бы привезти сюда аппараты, которых в Тольятти практически нет. Зинаида Геннадьевна, расскажите, пациенты с какими диагнозами, с какими заболеваниями могут пройти у вас реабилитацию? Вы знаете, наверное, проще сказать, кого у нас нет. Вот, наверное, в первую очередь мы сейчас делаем основной упор на центральную нервную систему, на поражение. Это, конечно, инсульт, это бич. То есть в городе, в нашем городе, больше 3000 инсультов происходит ежегодно. Вот можете себе представить. Мы не говорим о операции эндопротезирования. Это тоже от 1300 и выше операций, там, в зависимости от года. Ну, в среднем, вот за последние там 3-4 года, это где-то больше 1000 человек в год, это эндопротезирование. И в тольяттинских больницах делают, и в Самаре, и в Кирове, и там во многих городах. И люди потом приезжают после операции сюда. Очень часто в рекомендациях, например, того же Кирова, там звучало, ходить на костылях от 3 до 6 месяцев. Понимаете? У нас другой подход. У нас немецкая методика, и мы ставим человека на ноги на второй же день. То есть фактически вот он после стационара выписывается на третий-пятый день, вот, попадая к нам, он уходит не то, что не на костылях, даже без палки ходит через 2 недели. То есть вот мы никаких там этих контрактур, ничего нет. То есть человеком полностью занимаемся, от начала до конца показываем, как правильно вставать, ходить, заниматься. И, в общем, он абсолютно возвращается к нормальной жизни, и у него он не чувствует никаких своих там титановых имплантов и всё остальное. То есть он живёт полной жизнью. Травматология вся, вот, ортопедии. То есть это те, кто... Переломы, это, конечно, черепно-мозговые травмы, это травма спинного мозга. Вот, конечно, соматические вот такие проблемы. Это диабет, это вот периферическая нервная система. Это, конечно, после кардиологических операций, когда стоят стенды или что-то ещё. То есть вот всё то, что государство по МКБ разрешило, так сказать, отдавать то ли на реабилитацию, на откуп реабилитации, то ли государственную, то ли частную, нет разницы. Вот, собственно, мы всех и берём. Ну и, конечно, кроме того, мне хочется несколько слов сказать о том, что мы подписали договор с фондом защитники Отечества, и к нам сейчас приходят на реабилитацию ребята после СВО. Как много их? Ну, знаете, пока ещё немного, потому что они должны, главным условием должно быть, что они не находятся в действующей армии, да, то есть вот только тогда, иначе они поступают в госпиталь. А вот именно те, которые уже демобилизованы, поранения или там какие-то у них есть проблемы, вот, вот, милости просим, пожалуйста, к нам приходите, смотрите, и, в общем, как это, пусть проходит реабилитацию качественно, вот, мы будем помочь всё, чем мы сможем, и, конечно, обязательно поможем. Несколько слов хочется сказать. У нас есть пансионат для пожилых людей-инвалидов, да, на Ларина-1, вот. И вот главный врач, новый там, Михайлов. Вот мы нашли столько много интересных тоже вещей, и такой человек тоже удивительный. И он говорит, что есть люди, которые после СВО, после, например, там, да, в Донецк, после ранений, оказались на территории его пансионата, то есть они проходят лечение. Там даже есть удивительный лётчик, я с ним познакомилась, который мечтает просто оттуда уйти и вернуться к жизни. Вот мы сейчас подписали договор о том, чтобы этих людей брать на реабилитацию. Либо они будут возить к нам в центр, либо мы прямо там будем осуществлять выездную реабилитацию в центре, и, в общем, стараться вот этих людей... Я уже переговорила с первой группой, с десятью людьми, которые реально хотят реабилитироваться. Какие методы реабилитации существуют в вашем центре? Ну, знаете, вот ничего нового мы не придумали, вот настолько нового. Во всём мире реабилитация, она, в общем-то, идёт своим путём, она развивается, да, потому что каждый раз новые методики появляются. Мы говорим о том, что мы употребляем в своём лечении и кинезитерапию, и, соответственно, там, методики Войта-Бобота, и ПНФ, и... ну вот они мало вам что скажут, эти названия, да? Мы просто говорим о том, что у нас работает команда, которая и логопеды, и рефлексотерапевты, и массажисты, и специалисты ЛФК, и абсолютно врачи всех специальностей, которые нужны в реабилитационном процессе. У нас вообще великолепный главный врач. Он сам врач ФРМ, физической реабилитационной медицины, травматолог, ортопед. Основная задача центра – это возвращение человека к обычной, к повседневной, к здоровой жизни. Или, если невозможно это сделать на 100%, то адаптаться его настолько, насколько это возможно, чтобы человек был полноценным членом нашего общества и максимально здоровым. Нейропсихолог великолепный, вот Юля Клокова, тоже просто... ну вот учится девочка непрерывно. Каждый специалист, он у нас постоянно учится. То есть мы в три года, я их всех собирала, эмпатичных, вот таких, которым не всё равно. Зинаида Геннадьевна, вы сказали, что курс реабилитации составляет две недели. А если одного курса недостаточно, что может предложить центр в этом случае? Ну, поймите, что такое вообще реабилитация? Мы говорим о непрерывном процессе. По сути дела, сейчас очень много в цифре всевозможных вебинаров, и уже в свободном доступе. Но мы так же делаем. Мы, например, снимаем для специалиста, для пациента после эндопротезирования такой маленький видеофильм, и даём его с собой. Потому что вот человек, например, пришёл к нам на две недели, потом он занимается две недели дома, да, он самостоятельно вместе с инструктором по видеосвязи, либо по... непосредственно вот у него есть уже отснятый материал, он каждый день делает такие упражнения. После этого он опять может прийти на две недели. И если ему, например, вообще понадобится дальше реабилитация, да, он это самостоятельно может делать. То есть есть случаи, когда она не нужна длительная, да, а есть, конечно, случаи, когда она нужна длительная. И вот здесь, конечно, мы можем предложить и платную, и бесплатную реабилитацию. Но бесплатная реабилитация, так как мы на сегодня только ассоциация инициативы, только встаёт на ноги, да, и собирает деньги на то, чтобы это всё отремонтировать. То есть мы что делали раньше, например? Мы видим, что человеку недостаточно этих двух недель или там месяца реабилитации. Когда мы видим, что нужна очень помощь, например, маленький ребёнок, мама, мама там 30 с небольшим лет, инсульт, да, вот, и мы понимаем, что у них нет денег для того, чтобы заниматься, а надо восстановить девушку. Вот. И мы бесплатно её восстанавливаем уже несколько месяцев. Это уже не за счёт государства, не за счёт пациента, это за наш счёт. Мы находим неравнодушных вообще людей, которые молчат об этом, просто даёт деньги на таких людей. Ну и также, конечно, нужно обязательно сказать несколько слов, что платно пройти реабилитацию – это совершенно возможная ситуация. То есть человек приходит, выбирает вместе со специалистом или с основным, или с неврологом, или с травматологом программу реабилитации индивидуальную, и начинает заниматься. То есть если не можешь, например, 5 раз в неделю, ходи 3, не можешь 3, ходи 2, да хотя бы даже 1, но не забрасывай это, понимаете? Потому что регресс, он есть, если человек не занимается, просто вот после, например, нашей реабилитации он ложится и лежит, вы понимаете, ну это просто, как это сказать, результат не будет достигнут. Поэтому мы за мотивацию, мы за то, чтобы человек занимался настолько, насколько позволяют ему возможности. И, конечно, он просил своих родственников, друзей, я не знаю, всегда, я думаю, есть добрые люди, которые откликнутся. Но, по крайней мере, я всю жизнь к ним обращаюсь, мне всегда помогают. Поэтому мы рады обязательно оказать не только бесплатную помощь, и платную, и выездную помощь. Мы всё это делаем. Спасибо большое за беседу, спасибо, что пришли к нам сегодня. Есть такие хорошие слова, которые нужно закончить. У Паула Каэля я читаю книги, мне его нравится. Он сказал, что шанс никогда не бывает единственным. Судьба или жизнь обязательно предоставит второй. Я считаю, что некоторые пациенты у нас звонят, говорят, это последний шанс. Мы говорим, нет, только второй. Поэтому нужно вместе с нами, вместе как самому верить в свои силы и реабилитироваться, и к жизни возвращаться. Это задача каждого. Продолжение следует...